Притча о богаче Обычно басня имеет смысл, когда есть люди подобные, тот изображен. Это называется сравнение притча в виде басни, но касается людей из реальной жизни. Богатые были и есть, и бедные были и будут. Но вот здесь на арене остался один богач. И показано, как он думает, как он размышляет, как он распоряжается планами и своей будущей жизнью. И мы узнаем его характеристику, не от того, как о нем скажут люди или бог, а он сам себе дает характеристику. Он весь на земле, у него большие планы, он хороший экономист, подсчитал все, неплохой строитель, он знает, куда вложить деньги, капитал, как расширить свое производство. Жительницы старые сломаю, новые корпуса построю, новые элеваторы. Вообще-то неплохой человек, такого бы в администрации сегодня, хоть маленько бы сельское хозяйство поднял. Ничто у него не пропадает. Но вот беда, что он вообще, бога, не берет во внимание. Как сейчас отмечали 60-летие победы, ни звука, нигде, что это сделал бог. А вот мы сделали, это мы, руководящая, направляющая партии, и везде об одном и том же, и гремят орденами, железками. Не только смешно, а сверх преступно. Бога, который дарует, и когда наступает время подводить итоги, его просто увозят в сторону, и как будто, да без бога бы ни один на фронт не вышел. Без бога бы и Гитлер не родился. Все в боге. А человек начинает распоряжаться своей жизнью. Но он знает, сколько потребно ему на один день, как по одному тут олигарха писали. У него на день, в отпуск, 50 тысяч долларов уходило. У одного Бориса. В один день. И вот он раскинул. На многие же годы у меня теперь добра. И в банке лежит, и в швейцарском, и за границей, и везде. И совершенно неожиданно для него звучит голос. Безумный. Ни завтра, ни послезавтра инфаркт у тебя будет. Сегодня, в эту ночь, душу отдашь. Кому? Кому? Ему вопрос, говорится, кому достанется, что ты заготовил? Но можешь еще поставить, кому ты душу теперь поручишь? Ангел-хранитель, поднесет ли тебя по мытарствам до царства небесного? Безумный. Кому все это достанется? А я вот многое, дальше начинаю перечислять, наследство разделять. И так бывает со всеми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеть. Противоположно этому богатеть в Бога. Богатеть в Бога. Это для нас притча. Мы, скажем, не бедные. Я гляжу, мы все живем в достатке. Никто не обращался ни разу ко мне за помощью, что вчера он лег голодный спать. Батюшка с фотографиями проехал за рубежом, а там смотри, как у вас живут-то в Потерябке. В дубленках стоят зимой. Ну, в самом деле, это живут почти в каждом дворе машина, ребятишек куча. А ведь это так непросто сегодня. За свой счет учат детей в институтах. Живем-то ведь неплохо. А не будет ли сказано в конце, богатели для себя, а не в Бога. В Бога. Это значит, с Богом надо делиться тем, что есть. Бог дал. Дай-ка я с ним поделюсь. Он дал мне желание, здоровье, силу, погоду, землю, прописку, статус от Тебя, Господи. Возьми его в соучастники до конца и поделись с ним. А где? Меня посетили, навестили. Дальше Господь говорит, где его можно встретить. Он любит быть там, где люди обделенные чем-то. Голодные. Пить нечего. В больнице. На заключение. Господь ближе к нуждающимся. Мы нигде не считаем, чтобы Христос присутствовал с веселящимися. На одном бракосочетании он был, но не то, чтобы совершить чудо. А он сказал горе смеющимся ныне. Горе. Итак, если человек богатеет не в Бога, то все остальное не имеет никакого значения. Чтобы узнать, как распорядиться наследством, а речь-то шла о наследстве, нужно обратиться в первую очередь к Библии. В Библии 251 раз говорится слово наследство. Вот что значит слово исследовать. Ну скажи, где в Библии написано наследство? Это ты ничего не скажешь. Но самое большее, что ты можешь опустить глаза вниз. 251 место в Библии, понимаешь? Это все места о разном говорят. И нам ничего не надо придумывать. Я просто как гид, имеющий навык некоторый, память, я вас каждый раз провожу. Вот смотрите, что Бог говорит. Вот как люди распоряжаются. Первая книга Маковейская, 10 глава, 89 стих, говорит о том, как раньше награждали не орденами, а смешно какую-то железку кругленькую повесить, или угловатую, и говорит, это звезда героя. А тогда награждал царь была золотая пряжка. Нам даже смешно, пряжка, да сейчас собака какая. Ну, какая разница-то? Это потом только изменили. И дают золотую пряжку и область в наследство. Ну, немножко. Алтайский край ему подарили. Да у нас-то тоже что-то остается. Когда мы будем уходить из жизни, то надо заранее подготовиться написать. Я уже не один раз говорил вам, помните о чем, о квартирах, у которых нет родных верующих, и которые обеспечены, подумайте, куда ваши квартиры пойдут. Повторяю, говорю о тех, которые или одинокие, или у которых дети взрослые верующие, квартира пойдет им нараспыл. И не нужно, они живут в своих квартирах. Потом вы меня вспомните, как я старался. Я с некоторыми отношениями порчу. Мне не надо квартир, вот это все мое. Мне не надо об этом заботиться. Я на все подписку уже сделал. И родственникам, между прочим, нигде ни копейки. А тем, которые будут крепко веровать, им все посвящаю. Освящаю только книги, оставляю вам. Потом распорядиться, дам завещание. Чтобы многие получили, у кого даже ничего нету. Могли читать и просвещаться. Как распорядиться своим наследством? Самопевец Давид, 38 глава, 7 стих, говорит так. Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает, и не знает, кому достанется то. Это же псалтерия читается. Вот подошел призрак, вот сколько сегодня призраков у нас собралось здесь. Призраки, как кончится служба, заходите в Большой Зал, в трапезную, будем там беседовать. Вы просто призраки. И я перед вами призрак со свечкой. И суетится, собирает, и главное, ни один не знает, кому достанется то. Игнатия Бринчинина спросили, какое завещание даешь о теле своем? Он говорит, время тратить даже не буду, на бумаге водить первым, потому что все сделаете и так, как скажешь. Чего ж тут завещать? Особенно о теле. Да привезут где-то и не думал, как Деникина раскопали, привезли сюда. Это он не озакончил еще. Чуть власть кончится, это его выкопают из земли, как раз Путина Григория Ефимовича, и сожгут. Или как Гришку отрепил, зарядили в пушку пепел, да еще и выстрелили. Ты не знаешь, кому еще достанется. И поэтому настолько все это хлипкое, насколько туманное, ненадежное, и надо заботиться отправить на небо. Гляжу, даже к детям своим настолько привязаны. У тебя хорошо говорить, детей скажут нет. Это не в этом дело. У меня тоже кое-что есть. Не думаю, что я ни к чему не привязан. Вот все последнее туда вламывается. Делаешь какое-то предложение, чтобы для неба отправить. И здесь же жмется человек. Раскошельтесь. Кто щедро сеет, щедро жнет. Сейчас после богослужения еще раз обращусь. Чтобы помогли тем, кто уже издали наши приглашения на занятия. Ты будешь участник. Твоя будет как бы подпись на том, кто потом где-то обратится. Книга Даниила, 11 глава, 4 стих. Царство его разделится и достанется другому. Думал ли правитель Николай, что вот такую вакханалию устроить над этой великой державой. Хватали, хватали, до порта Артура везде. Все рухнуло. И что ни один правитель, какие бы не давал завещания, ничего не может сделать. Вы знаете, Петр Первый, я его иначе как антихристом не могу назвать. А ведь и у него смерть-то была не по пьянке. Он увидел шведских рыбаков тонуть. И он их шесть на баркасе тонущих спас в ледяной воде, где он простудился. У него могучий организм был. Может через это что-то изменить. Но вся жизнь была его нечестивая. Проклятие для России принес. Все это в окно провалилось. Но Бог дал какую кончину ему. Ну то есть заболеть от чего. И уже он понял, что все, врачи не помогают. Лекари бессильные. И он попросил ручку наследство оставить. И первую букву не смог вывести кому. И рука упала и умер. Значит заранее надо заботиться. Иначе дьявол вырвет из руки то, что у тебя есть. И язык отнимется и не скажешь. Я завещаю Христу. Я одного Христа ставлю наследником своим. Я все для Него при жизни посвятил. Вот эти слова мы должны сказать. Вот понимаете, я не могу конкретно показать. Но все, что у меня есть, я повторяю конкретно о себе. Я все завещаю Христу. На что я не сделал указания, все для Христа. Но вы разумные люди. Вы поймете, как это сделать. Чтобы ни одна копейка не попала никуда. А в голодный рот она может попасть. Книги нуждающимся. У кого денег нет. Раздать. Я еще прижимаюсь, потому что я не знаю. Может быть еще что-то издавать буду. Поэтому мне нужно оборот сделать. А тогда мне этого ничего не надо. Первая паралипоменон 28.8. «Соблюдайте и держите всех заповедей Господа Бога нашего, чтобы владеть вам всей доброю землею и оставить ее после себя в наследство детям своим наверх». Я отношу это к потеряевке. Землю Бог дал сколько-то, что есть, не ценит. Если это так будет продолжаться, ну, вторичная она умрет и все. Чтобы хранили заповеди Господа Бога. И получить за это благословение, и чтобы осталось у наследство детям вашей земли. Заметьте, какая связь. Вначале испытывайте Богу, узнайте заповеди, соблюдайте, и тогда нормально дальше будет идти уже. Бог войдет в число тех, кому перейдет наследство. Сирахов 14.15. «Ни другим ты не оставишь стяжания твои и плоды усилий твоих для раздела по жребию». А сколько скандалов, до убийства доходит. Вот сейчас заказное убийство только, ну, едва не совершилось. Осталось наследство дом, два брата. Брат брата уничтожает. И нанял киллера милиционера. Вот последняя газета на столе, прочитайте. Осия 12.8. «Ты накопил себе имущество». И человек говорит, «Да, я накопил». Хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. Я знаю хорошее стихотворение Некрасова, он говорит, «Знаю, в богатом обращается». У тебя все, это все послано небом. Если о нашем так будет сказано, то и дальше надо распорядиться на небо снова отправить, через утробы бедных, нуждающихся. «Захария 9.3». «Ты, говорит, накопил серебро, как пыли, и золото, как уличную грязь». Сравнение какие. Вот они все богатые люди. Я утром стою и говорю, вот такие знаменитости, которые захватили все богато, там футбольные клубы покупать. Он спал ночью только не выше моего, а даже большая тревога была, чем у меня. Вполне даже. И ел он не большим аппетитом, чем я ем. А все остальное, деньги только смотреть, как его разделяют. Достоин ли ради этого страдать? А сколько на человека покушаются? Кому достанется наследство? Один переезжал с большим наследством, у него встал из сундучок золото, браслеты, и мальчик. И теперь он едет на родину. И мальчик послушал, моряки, говорит, узнали, что у тебя в сундучке. Золото. И много. Сегодня ночью придут убить тебя. На корабле никуда не сбежишь. И он подумал немножко, да, я решил, что сделать. И мальчик говорит, вот у тебя сундучок на палубу. Расстилай большое одеяло, и все высыпал. И теперь впервые увидели все его сокровища. А которые хотели убить, то они подумали, теперь не мы одни на него будут зарить. Ему жизнь спасти. Но перечисляет каждую вещь, как она доставалась, как она дорога ему, с какой пробы золота. Все перечислил. А потом попросил мальчика взять за два угла, сам зайти. Подошел и через борт все метнул. Все, до свидания. Греховное все должно утонуть. И все, жизнь спокойна. А за что его убивать? Может быть придется так же бросать все в этом мире? Мы не знаем, что будет. Может наши соседи, этот миллиард двинется на нас, и придется все обижать. Так вовремя надо распорядиться, пока оно наше. А кому достанется то, это мы не знаем сегодня. Конкретно сейчас. Если мы обрекли на что-то, вот я книги обрек, что я ни одного куска хлеба лишнего не съем. Это же у меня деньги лежат. Это капитал у меня засушенный пока. Я его уже посвятил для Господа. Я за него не боюсь. И кому отдал на сохранение, это для Бога. Из проданных книг ни рубля родственникам не давать, если, конечно, они не будут умирать от голода. Салмопевец Давид 48, 18 говорит так. Ибо умирая, человек не возьмет ничего и не пойдет за ним слава его. С этим нетрудно же согласиться. Сирахов 10, 13. Когда человек умрет, то наследием его будет, повторим два слова, что же наследием будет? Становятся присмыкающиеся и черви. Вот и все. Я вчера об этом говорил, что у нас некоторые чрезмерно толстые, жирные. Начните трудиться, еще идет пост. Сбросьте себя, ни грамма не убывает. Мои слова не действуют. Я вам поделюсь опытом с вами. Я себя в день, раза два-три прощупываю и заживу. Не потолстел я или нет. Всю жизнь прожил в этом страхе. Вот маленько-то позаботьтесь о себе. Тем более у нас есть и сестры и братья нужной конституции устройства. Позавидую им. Посмотри. Если лишний жир, это значит сомнливый, ленивый, жадный, лишнее на себя все, на свои кости, чужое сало повесил. Серехов 1, 12-13. Человек делается богатым иногда от осмотрительности и бережливости и не знает, когда он оставит то другим. Даже законно нажитое, негреховное, но надо им распорядиться. 1-я Кавельская, 9-55. Там об одном человеке говорится, Алким. Он был поражен ударом ангела, онемел и не мог завещать о доме своем. История сохранила этот пример. Однажды этого достаточно, чтобы внезапно нас не поразил удар, инсульт, и ничего не скажешь, и не знает куда, а все растащит, валяться не будет твое добро здесь. Самое мелкенькое будет продавать. Мне предлагали купить старую Библию за большие деньги, и я пришел в адом к ним. Я говорю, она вам завещала, ну не завещала, а мы же ее наследники-то. Так она же старинная Библия, ну старая, ее надо переплетать. Мне не старинная нужна, чтобы она не пропала, но мы так не отдадим. Ну и развернулся и ушел. Моего ничего не продавать, когда я умру. Если кто-то не согласится взять, а нет, значит, на ветошь. Псалом 111.9. Тот псалом, на который апостол Павел сошлется, когда будет иметь большое желание расшевелить коринфян жадных, богатых и жадных. И он говорит, так написано и ссылается на Псалом 111. Он расточил, раздал нищим, а правда его пребывает вовек. Значит, вот что необходимо. Расточить, раздать, и тогда правду утвердишь, и она будет вовеки веков. Аминь.